Славянский район вновь был выбран для проведения крупнейших соревнований. Вслед за первенством России по баскетболу с 9 по 11 апреля в спортивном комплексе «Лидер» состоялся четвертый тур командного чемпионата России по настольному теннису среди женских команд. В наш город приехали 12 сильнейших женских клубов России, в том числе команда «Евромост Кубань», представляющая Краснодарский край. Из разных городов России съехались мастера спорта международного уровня и участники Олимпийских игр. И все для того, чтобы поучаствовать в чемпионате России по настольному теннису среди женских команд и завоевать победу. В этот день в спорткомплексе «Лидер» собралось немало спортсменок. Перед началом настоящей борьбы состоялось торжественное открытие, на котором были представлены все команды. Поприветствовал спортсменок и пожелал им успехов председатель районного совета Григорий Литовко. Я хочу от всей души поблагодарить вас, прежде всего, что вы занимаетесь таким активным видом спорта. И хочу сказать, что сегодняшние наши соревнования проходят в канун великого праздника, в канун 70-летних побед и великого советского народа в войне. Хочу от всей души пожелать вам крепкого здоровья, счастья, успехов и больших вам спортивных побед. Одна из представительниц команды «Спарта» города Видное Московской области Елена Трошнева. Этим видом спорта девушка занимается с шести лет. Теннис на стол, ракетка и мяч – это еще не все, что нужно для хорошей игры, говорит Елена. Главное – продумывать каждое действие. В Слаенск на Кубани спортсменка приехала с боевым настроем. А еще ей очень нравится город и погодные условия на Кубани. Этот тур, отмечает девушка, очень важен для всех участников. Это важный этап, годовой, так скажем, как часть общего года. Мы готовимся к плей-оффу, поэтому этот тур достаточно важен, на каком месте мы завершим. Так мы и будем дальше бороться в плей-оффе в более благоприятных условиях или, возможно, в более сложных. За четыре путевки в плей-офф разыгралась серьезная борьба. Виктория Серебренникова – воспитанница детской юношеской спортивной школы «Юность». В этом чемпионате играла за краснодарскую команду «Евромост-Кубань». Девушка признается, что выступать на соревнованиях такого уровня очень волнительно. Тренировалась, готовилась, как бы целенаправленно к этим соревнованиям. Нужно хорошо подготовиться, потому что очень высокий уровень игроков. Нужно достойно выступить, чтобы показать хорошую игру. По итогам соревнований в плей-офф вышли четыре команды из городов Архангельск, Нижний Новгород, Тюмень и Видное. Этим командам предстоит побороться за звание чемпиона России по настольному теннису за 2014-2015 годы в мае этого года. Тина Капычевская, Игорь Ванчуков, программа «События».